Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я расскажу, как я работала репортером на этой неделе на двух мероприятиях, которые проходили в рамках фестиваля «Санкт-Петербург-Транспорт-фест», то есть фестиваль транспорта в Петербурге. В первый день на Манежной площади был представлен инновационный городской транспорт. Не только Санкт-Петербург и не только России, но также и международные автобусы, троллейбусы и трамваи. Мы пошли туда с подругой и с её сыном прогуляться, посмотреть, что там происходит, поэтому сегодня вот расскажу и покажу, что мы там увидели. Так как мы пошли к открытию, там проходила официальная часть, и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ходил вместе с официальными лицами, рассматривал эту выставку. Мне кое-что удалось заснять. Конечно, я его не узнала. Я его пару раз видела, когда приезжала из Лондона на каких-то мероприятиях. Я помню, снимала Венский бал и ещё где-то так, мельком. То есть я даже не знаю, как он выглядит, и спрашиваю свою подругу Женю, а кто из них Александр Беглов? Она говорит, вот этот вот, который стоит в маске и в чёрных перчатках. То есть он был, да, и в маске, и в перчатках. Как официальное лицо он призывает весь город снова надеть маски и снова ходить в перчатках. Особенно в транспорте у нас сейчас ужесточились правила. Так как наш город готовится принимать несколько матчей чемпионата Европы по футболу UEFA Евро 2020. Всё-таки в этом году он пройдёт, и несколько матчей будут сыграны на нашем новом стадионе, который называется «Газпром-арена» и находится на Крестовском острове. Но об этом чуть-чуть попозже расскажу. А пока вот так вот я зашла в автобус под названием «КамАЗ». Очень классный, кстати, автобус, и стала его разглядывать. И тут, смотрю, идёт такая целая толпа, целая делегация и официальные лица. Ну, я их и сняла. Оказалось, это был губернатор нашего города. В общем, мы с подругой прошлись по вот этим вот новейшим «КамАЗам». Посмотрели, что у них нынче оборудовано и сиденья для инвалидов, и для пожилых людей, и для мамочек с коляской есть место, и даже для велосипедов. А также есть пару мест для слепых людей, которые могут войти в автобус с собакой-поводырём. И для них вот специально есть два места. Кроме того, в некоторых автобусах мы обнаружили USB-порты. То есть, если ты едешь в автобусе, и у тебя заканчивается зарядка, зарядить свой телефон можно при помощи шнура, который, конечно, надо таскать с собой. Но всё равно вот в автобусе можно зарядить свой телефон. Это для меня очень важная и ценная вещь, потому что, так как я снимаю очень много, телефон садится буквально за два часа. И у меня не было возможности, допустим, в Лондоне подзарядить где-то свой телефон в общественном транспорте. В Лондоне автобусы пока что не оборудованы USB-портами. Хотя, не знаю, я уже год не была там, может быть, что-то изменилось. Но для меня это было очень существенным изменением в городском транспорте. Также появилось огромное количество экологически чистого транспорта, который работает на сжиженном природном газе. Мы походили вот по таким автобусам, я поснимала многие салоны. И знаете, что мне очень понравилось? Вот места там, где люди должны стоять, оборудованы мягкими такими подушками для спины. Это очень хорошо, потому что в последний раз, когда я ехала в автобусе, я облокачивалась на поручень, у меня потом вся спина болела. А тут прямо такие мягкие подушки. Я даже подругу с ее сыном попросила постоять для меня попозировать. Ну а также во многих автобусах можно подключиться к Wi-Fi. Это тоже очень важная и полезная вещь, особенно для блогеров, которые снимают в режиме Leaf, то есть стримят. Ну и у меня пока такой функции нет, так как тысячи подписчиков я все еще никак не набрала. И вот я планирую провести прямую трансляцию и рассказать, что будет дальше с каналом. 28 мая каналу «Англичанки» исполняется два года, но пока что мой канал не выходит на монетизацию, поэтому на данный момент я задумываюсь, может быть, стоит остановиться, производить такое количество роликов, раз мой канал никому не интересен. А другой канал как раз вот «Питерленд» про события в Петербурге пошел в рост. Я думаю, что он даже быстрее выйдет на монетизацию, чем канал «Англичанка». Я решила, наверное, сфокусироваться на событиях в Петербурге. Ну, в общем, об этом, обо всем мы поговорим в прямом эфире. Наверное, он пройдет 28 мая, но я дам знать чуть-чуть попозже. Очень нам понравился автобус международных линий под названием «Люкс-экспресс». Он едет из Санкт-Петербурга до Таллина всего лишь за два фильма. Что это означает? То, что он оборудован экранами, и люди могут посмотреть два фильма и за это время уже оказаться в Эстонии. Там же нам разрешили сделать себе кофе, то есть там прямо в автобусе создается кипяток, и можно выбрать, какой кофе или чай вы хотите попить. Вот мы так посидели в этом автобусе, посмотрели на экранчики, попили кофе и пошли дальше. И тут я увидела трамвай. Он тоже был представлен в линейке инновационных технологий городского транспорта. И нам даже там разрешили сесть на водительское кресло. И я вспомнила, что когда-то давно в детстве я мечтала быть водителем трамвая. И я села на водительское кресло и сняла для вас вот такой вот ролик. Я в детстве мечтала быть водителем трамвая. Наконец-то моя мечта осуществилась. Поехали! У меня сейчас еще наоборот. Все. Также было представлено несколько троллейбусов, которые работали от электричества. Но мы там тоже походили по салону, посмотрели. В принципе, такие троллейбусы у нас уже ездят по городу. И добрались до последнего автобуса, который назывался Добрый автобус. И как нам сказал его водитель, этот автобус ездит по Москве и возит по программе пенсионеров по различным достопримечательностям. Но мы посмотрели тоже великолепный салон. Даже туалет он нам показал, такой чистенький-чистенький. И пошли на выход. И не успели мы выйти из автобуса. Как Никите парень подарил целую модель автобуса КАМАЗ, который мы смотрели вначале. Просто шикарная такая коробка. И потом он достал этот автобус дома. Я его даже сняла, сфотографировала. Мы просто были в восторге и очень счастливы, получив такой вот подарок. Также мы нашли один новый питерский автобус под названием «Пионер». Его как раз презентовали на этой выставке. Это самый из последних со всеми новейшими технологиями автобус, который будет курсировать по Санкт-Петербургу. Он выполнен в красном дизайне. У него великолепная неоновая подсветка. Я очень люблю неон. Поэтому меня этот автобус восхитил. Но, к сожалению, по салону нам не удалось погулять, потому что много людей решило там засесть и надолго. Поэтому мне не удалось пройти. И мы уже пошли на выход. В конце мы еще увидели таких трансформеров, которые там развлекали детей и фотографировались с людьми. Ну, естественно, я все это поснимала, отправила на стойки, вот на канал Питерленд. И, в принципе, пошли просмотры, и людей интересует вот такая вот великолепная выставка. А на следующий день я отправилась снимать ретро-машины. Тоже они были в рамках фестиваля «Транспортфест». Ну и, в принципе, все эти мероприятия приурочены к Дню города, который у нас будет проходить 27 мая. И я встала напротив Дворцовой площади снимать все ретро-автомобили, которые в тот день проезжали. Это были и какие-то старинные троллейбусы, и автобусы, какие-то рафики, москвичи, грузовики, военные машины. Целая линейка автомобилей «Запорожцы», «Жигули», «Волга». В общем, огромное количество. Они так дозированно проезжали. Одна партия проехала, дальше минут 10 пришлось ждать, потом следующая партия. И так вот по очереди они проезжали. Но, к сожалению, хоть парад и проходил организованными колоннами, но все равно это было в общем городском трафике, и поэтому на фоне остальных машин парад немножечко терялся. А пока я снимала этот парад, моя подруга Женя со своим сыном ездили к «Газпром-арене». Там у них проходили соревнования по баскетболу. Никита занимается баскетболом. И пока они ждали, когда у них начнется их мероприятие, они увидели, как ОМОН готовится к стычкам футбольных фанатов, которые приедут на чемпионат Европы, который будет проходить как раз таки вот на этом стадионе «Газпром-арена». Как это было, вам сейчас показываю. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. И мёда! Это на месину какой-то похожий. А не будет кровящийся разбитый. Я тебя сбinnу és. Я тебя выбираюсь. Я тебя сбinnу, что и не Other people. Это на месину. Парад силой. Парад силой. Парад силой. Парад Mosо.